Добрый день! Театр оперы и балета вместе с остальными коллективами, думаю, активно готовится к Сагалкану в Кремле. Зрители наверняка ждут и волнуются, ждете ли вы и что значит для артистов выступление в Кремле? Это какое-то особое все-таки или нет? Рядовое? Не, ну конечно, это особая значимость для нашего целого республики, в частности для нашего театра, в частности для нашего балета и для артистов. Потому что уже если брать по декадам, которые мы раньше выезжали, это было последнее в 1989 году. И поэтому значимость этого нашего... Это вообще по сути получается Сагалкан в Кремле, а по сути это та же декада, это презентация целой нашей республики. Потому что там будут предлагаться для информации, это наше производство, это наши культуры, это наши скульпторы и так далее. И мы и артистический персонал готовим это шоу. То есть получается культуру Бурятии в Москве не видели 30 лет, да? Да, вот в 1989 году у нас был последний декад. За это время наверняка очень многое изменилось. Безусловно, вся история поменялась, да? А по какому принципу вообще отбирались, скажем так, коллективы и составлялась программа? Это какие-то разрозненные номера, либо это цельная композиция? Нет, это цельная композиция. Работало определенное количество людей, режиссеров, людей, которые скомпоновывали, соединяли. Это шоу делали. Вкратце, если рассказать, то это шоу состоит в духе Сагалган. Конечно, это по буддийским нашим канонам присутствует там 5 стихий. Это вода, это огонь, дерево, земля, металл. И как бы каждая стихия прикрепляется к определенной коллективе. Но здесь все заняты, все наши ресурсы, нашей республики. Это вот наши коллеги, театр Байкал, это угол зрения, это забава, цирк наш. Все мы вместе работаем, поэтому жутко интересно. Вкусно. Сложно? Сложно. Сложно. А в чем сложно? Потому что очень много участников, количество участников. И всех сопоставить, выходы, ход и приход, и все это до секунды, до хронометраж построить. И самое главное, чтобы это было вкусно по вкусу. Это, конечно, большая нагрузка на режиссеров лежит. Сколько уже у вас репетиций прошло? Ну, у нас достаточно нашего действительности, если брать наш балет. Нет, я про общий пока вот эти годы. Общий. Мы плотно приступили с начала февраля. То есть в еженедельном режиме собираетесь и прогоняете. Да, потому что даже наши артисты, даже сейчас работа безвыходная, они осознанно на это идут. Как бы творчество у нас всегда впереди. И ребята отдаются полностью, в частности, наш балет. И у нас, у нашего балета «Блок вода». Вначале, когда изначально мы узнали, что будет такое большое шоу, это будет Сагалган в Кремле, конечно, мы восприяли духом, как мы будем участвовать. Потом пришли представители режиссерской группы и объяснили, как будет, к какой хронологии идти. И, конечно, стихи «Вода» мы выбрали. И нам досталось это, да, и это «Красавица ангара», это «Байкал». Знаменитый адажу, поставленный Игорем Моисеевым, «Енисея ангары». И в этом нашем блоке в номере помогают, конечно, артисты театра «Байкал». В частности, номер «Лебедь». Мы тоже это туда включили. Это вот самый танец красивый в белых этих костюмах. Да, да, мы фрагмент их используем, но, конечно, используем нашу классическую музыку. Это книг Пербава и Эмпилов, потому что без этого «Красавица ангара» может быть. И впервые будем вместе работать с цирковыми артистами, солистами, да, это Дума и Павел. Они будут наверху, вместе во время адажа, в кульминационный момент, они взлетают наверх и будут исполнять трюки, как воздушные гимнасты. Вот как раз, да, вы немножко опередили мой вопрос. Когда вы узнали про то, что вот с «Агалом» в Кремле, что вы участвуете, вы сами свое место определили в спектакле, ну, в цельном. Либо вам его дали, то есть совпали у вас, да, получается, вам дали воду, и вы как раз бы ее и хотели. Да, в действительности совпали. Знаете, вот когда вот говорили, что стихи туда, вот такие стихи, земля, огонь, вода, металл, и здесь без вопросов, как бы, вода, гора, и как бы, никто даже не претендовал на наше место, грубо говоря, и как бы все отпало. Ну, и у меня картинка так вырисовалась, как ее построить, проблем не было. Ну, картинка вырисовалась, а вот воплотить ее легко, то есть все равно же цирковые, да, «Байкал». Понятно, что все профессионалы, но все равно коллективы разные. Вот сработать всех на одной сцене, свести, насколько было сложно? Знаете, не было сложности абсолютно, потому что я всем объяснял, тем, в нашей блоке воды объяснил, что я хочу, как вы видите, какие замечания у вас есть. Вот Ирина Баторова помогала нас со стороны, как она вообще является балетмейстером этого проекта. Абсолютно вот все мы друг друга слышим, друг другу понимаем, друг другу доказываем и делаем общую картинку. Как бы и никто здесь, как бы, одеяло, грубо говоря, не тянул. И работали артисты сразу, безусловно, сразу ловились полусловок, также наши верховые воздушные акробаты. Я говорю, ребята, вот так, вот так, вот так, без проблем, какой фрагмент музыки, сколько нам занять. Знаете, насколько профессионально удобно, без проблем. Но это же, получается, что-то принципиально новое, чего в Бурятии еще вообще не видели ни разу, да? Такой симбиоз балета, байкала и цирковых артистов. Да, да, да. А в будущем, вот этот вот, могу это номером назвать? Ну да. Номер этот можно ли будет демонстрировать зрителям, как, не знаю, какой-то особый подарок по каким-то случаям? Или вот вы его раз, в Москве покажете, и все, там два? Ну, здесь, видите, много встает вопросов в техническом плане, на какой площадке это работать, первое. Потому что, к сожалению, в нашем театре, оперном, нельзя применять вот эти вот полеты. Естественно, наш театр попадает. Если будут такие, у нас как ФСК, если будет такое мероприятие, в принципе, можно это показать. Потому что вы так интересно рассказываете, сразу захотелось увидеть своими глазами, посмотреть, как это все выглядит. То есть, ну, там, понятно, что по телевизору это, ну, можно будет посмотреть, а хочется вживую его видеть. То есть, в принципе, в теории, это возможно потом повторять на площадках Борицы. Да, в теории можно, конечно. Просто, видите, вот если картинку представлять, у нас получаются волны из нашего спектакля, участницы, это женский балет. Максимальное количество мы, все костюмы надеваем, которые были у нас. И они выстраивают какое-то, как клинка, крыло рисунок, да, определенный рисунок. Выходит Байкал у нас стоит со своей дочерью и выплывает лебедя. Мы делаем зарисовку, как будто вот раннее утро, Байкал, берег. И потом эти волны, а и скала из мужчин. Фигуру строим. Они как скала стали. Девочки, волны наши накатывают. Одну группу забирают, вторую, третью. И переходим на Адажев саму. Это вот знаменитый Адажев из третьего акта. И заканчиваем вот финальной точкой, как бы, Есей Ангарани единый. Такая картинка. Очень хочется посмотреть. Если перейти к талисману, вы ведь с собой еще везете талисман. Зачем? Расскажите, пожалуйста, почему и куда бы его везете? Балет «Талисман» у нас номинирован на «Золотую маску». В трех номинациях. Это вот балетмистер-постановщик Александр Шутин, исполнительница партии «Нириди» Анна Петушинова, наша ведущая балерина, и сам спектакль «Талисман». В октябре приезжали эксперты «Золотой маски», просмотрели наш спектакль, потом нам отправили. У них была своя конкурсная жюри, и по результатам мы номинированы. И так получилось, что совпало как раз с «Агалгом» в Кремле, и 29 февраля мы в «Геликон-Оперу» показываем на «Золотую маску» наш балет «Талисман». То есть это впервые в истории? Это вообще впервые в истории нашего театра, когда мы номинированы из аж трех номинаций. Насколько это приятно, престижно, и чем уникален «Талисман»? Как вы думаете, раз что его номинировали, именно его? Я, наверное, этот вопрос передам Александру Сергеевичу. Ну, немножко предыстории. Первый раз балет был поставлен в 1889 году на музыку Рикардо Дриго балетмейстером Мариусом Петипа по либретту Тарновского и Мариусу Петипа. Дальше постановка была возобновлена в 1909 году Николаем Легат по, опять-таки, либретту Петипа и Тарновского. И последний раз в России шел балет. Это было в училище хореографическом в Санкт-Петербурге в 1924 году. После этого балет был забыт практически на сто лет. Вот, наверное, поэтому как бы интерес вызывает и ажиотаж, потому что балет не шел больше ста лет. Почему, как вы думаете, он был забыт? И почему вы решили о нем вспомнить? Вы знаете, думаю, он был забыт, потому что после революции очень много хореографов, педагогов уезжали за рубеж, прихватив с собой и партитуры, и какие-то зарисовки. Я думаю, это главная причина, что очень тяжело доставать. Сейчас стали открывать кое-какие архивы, и стало немножко легче работать, что можно это взять в открытом доступе, либо сделать заказ, чтобы просмотреть то, что раньше ставилось. Я не знаю, можно ли это называть восстановлением, ну, в вашей терминологии, но вот на мой взгляд, это реально какое-то восстановление, чуть ли не реконструкция балета, потому что если он там сто лет не шел, это все не так, наверное, просто вспомнить, как если бы там он не шел пять лет. Насколько тяжело было? Да. Я не могу сказать, что это реконструкция, потому что реконструкция — это как бы мы воссоздаем балет, как он был на сто процентов, и как бы есть хореографический язык, записанный специальным как бы нотным станом. И это полный перевод, и сохранение их рисунков, и все. В нашей ситуации это действительно просто восстановление. Мы отталкивались от того, что бы могло быть, естественно, используя либретты и декорации, потому что декорации второго и третьего акта у нас оригинальные 1889 года. То есть это так было поставлено. Где вы их? Это есть в открытом доступе, в архивах. То есть как бы это ни для кого не секрет. То есть их можно было использовать в этом балете. И, соответственно, вот все костюмы и эскизы на костюмы, которые мы нашли в открытом доступе или в архивах, мы сделали так, что вот эта концепция костюмов была приближена к тому, что это было в 1909 году. Если номинировали именно «Талисман», ну, наверняка же его уникальность не только в том, что он не шел 100 лет, и вот теперь он начал идти на сцене. В чем-то же, наверное, еще его какая-то вот фишечка? Когда мы начинали ставить только балет, я приехал в труппу, у меня, как бы я собрал всех артистов, была просьба, что мы сохраняем всю, скажем так, эклектику и порядок номеров в спектакле, и драматизм, как он написан в либретто и музыкально. Мы отталкивались чисто от хореографии Петипа, от его каких-то зарисовок, от его рисунков. Не конкретно этого балета, а просто вот, скажем так, от его стиля. Потому что есть какие-то тоже его зарисовки, записи, как это могло бы быть, эскизы. И вот мы отталкивались от этого. А как-то принципиально он отличается от других постановок? Ну, хореографический язык-то он, в принципе, одинаковый. То есть это у каждого же художника свой стиль. И он просто по драматизму, естественно, другой. И как бы там есть очень много пантомим, что в последнее время в балетах редко присутствует. Поэтому, я думаю, вызвал интерес. Но артисты справились, да, балета? Да, артисты были очень большие молодцы. Вот, это как бы, как вам объяснить? Все вложили частичку себя. То есть это огромная работа всего коллектива. Это не только артисты балета. Это начиная из подшивочного цеха, декорационного цеха. То есть весь театр он жил. Вот когда он нашла постановка, все туда с большим интересом делали, прорабатывали эту работу. То есть было видно, да, что прямо от любовь. Все работали очень как-то так задорно, с какими-то своими предложениями, дополнениями. Вчера «Талисман» увидели зрители. Может быть, вы уже получили какой-то отклик от зрителей. И вот сами что прочувствовали, когда отыграли? Вы знаете, билеты были раскуплены за неделю до спектакля. Был в театре «Аншлаг». Мы можем судить только по теплоте приема зрителей. Да, потому что когда были уже финальные поклоны, зритель встал, подошел к рампе и очень тепло принимал артистов. То есть, как бы, скажем так, наша работа была выполнена, я считаю, что на пятерку, потому что очень тепло принимал зритель. Ну, сами артисты, как тоже, вот, понравился им балет? Я думаю, что понравился, потому что, действительно, все очень серьезно подходили к этой работе. Они работают, даже тяжело назвать работой, они жили на сцене, да, то есть, как будто своего ребенка. И это очень, как бы, трогает. И когда ты видишь это, очень приятно становится за коллектив, что идет именно, как бы, культурное обогащение, и все хотят вложить частичку себя в всю эту работу. Да, я вот хочу дополнить то, что вот вчерашнее исполнение нашего коллектива «Талисман», я давно такого не испытывал. эстетическое удовольствие, потому что ребята без всякой лжи, фальши, чистые были, искренние, вот, допустим, персонажи, ведущие совести, они в действительности там жили в ту эпоху, чувствовали себя. Баир Шамбалов, наш был бог ветра, он прям был богом ветра, понимаете, вот настолько это не придумано, не наигранно, и от души, когда это все идет, еще вместе с музыкой, когда все это адреналином, и это подкупает, очень сильно подкупает зрителей. И вот я бы еще вот хотел сказать то, что интересно, почему эксперты так заинтересовались нашим спектаклом «Талисман». Я в целом кратко хотел бы сказать то, что мы, Александр Сергеевич, вот Морихир Ивата, предыдущий художественные руководители, вот вся наша репетиторская группа, стилем специально шли. Пускай это где-то будет старье какое-то, потому что раньше не позволялось поднимать выше 90 градусов ногу болезни, понимаете, это считалось уже неэстетично. Но сейчас же уже гимнастика у нас, поэтому вот этот само, вот этот стиль, вот этот корпус у нас в бенгальских розах, девочек, группа, понимаете, она, сам стиль спектакля, наверное, очень сильно как бы заинтриговал экспертов. Да, мы хотели именно создать эстетический вот тот дух, который мог присутствовать в то время, и очень серьезно подошли к этому. И ребята, вот это исполнители наши, они ответственность эту понимали, и сейчас понимают нагрузку эту. Поэтому я думаю, что так и получилось. А можно ли говорить, что это была генеральная репетиция перед выступлением в Москве? Да, я думаю, можно, потому что как бы московская площадка, она немножко больше театральной. Но вам это лучше, да? Что она больше? Ну, понимаете, есть своя специфика, потому что как бы есть другая глубина сцены, широта сцены, да, она немножко отличается. И вот ради того, чтобы мы хорошо станцевали спектакль, нам пришлось немножко расширить декорации, сделать как бы макет московской геликон-оперы сцены. Может быть, для зрителей это было не совсем хорошо, потому что как бы в театре немножко узкий портал, и нам пришлось раздвинуть кулисы. То есть какие-то зрители могли не видеть кулисы. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Но это только был единственный раз, то есть, соответственно, когда в марте будет еще раз балет «Талисман», он вернется в изначальное положение, как он шел на премьере. Вот как раз, да, у меня следующий вопрос был про то, когда наши бурятские зрители еще раз увидят «Талисман», те, кому не хватило билетов, кто, как я, не успел, забыл про премьеру, когда мы сможем прийти и посмотреть в марте? Ну, да. Получается, что после того, как труппа съездит в Москву на фестиваль «Золотой маски», следующий спектакль зритель может увидеть 12 марта. Но билеты лучше покупать заранее. Покупать заранее, да. Кроме «Талисмана», что еще до окончания театрального сезона вы покажете зрителям? Удивитесь, в очередной раз вдохновите, порадуете. У нас сейчас большая плодотворная работа идет декорационно в нашем цехе, в большевычном цехе. Это возобновление балета «Тысяча одна ночь» в постановке Бурханова и на музыку Амирова. Этот спектакль у нас долго идет, у нас с 1993 года. Ни разу не снимался с репертуара, как бы, проще говоря, кассовый спектакль. То есть зритель не устал? Да, зритель, главное, очень сильно любит его, этот спектакль. И спрашивают, и ждут, и артисты это любят. Как думаете, почему? Здесь я хочу сказать то, что это восток первый. Это как бы ближе к нам, на нашу пластику, на нашу лексику. И музыку мы слышим, это чувствуем, исполнители. Поэтому, я думаю, это подкупает очень сильно и наших зрителей. Опять-таки мы говорим о драматизме, понимаете, актерском. И поэтому я считаю, что в апреле, в 20-х числах, у нас будет возобновление, премьера. Я не побоюсь этого слова, потому что декорации у нас все заново пишется нашим художникам. Это Алексей Амбаев. И костюмы. Это у нас Татьяна Ташкенова тоже первая. И у нас она будет как художник-постановщик по костюмам. Будет очень интересно. Приходите, пожалуйста. И, конечно, мы в Дню защиты детей будет балет «Русалочка». Приедет балетмейстер Анна Закусова со своей командой там постановщиков. Я думаю, что это будет нечто такое, знаете, очень интересное. Хотя там и пальцевая техника, все будет классически, но будет настолько на публику, танецкую публику, специальный детский спектакль, я думаю, будет очень интересно. То есть взрослым не приходить? Нет, почему? Обязательно, наоборот. Мы же взрослые всегда же с своими детьми живем, поэтому... А если просто? Я думаю, что... Вот я смогу прийти посмотреть? Или мне будет скучно? Бесспорно, нет, определенно. Мне кажется, даже взрослые любят сказку. Да, потому что мы всегда, как бы, мне было всегда верим в добро, какую-то магию, полсуса всегда ждем. Тот же Новый год, мы вроде все знаем, да, но все равно мы ждем этот Новый год, праздник. Вот это вот чувство, я считаю, за этим и зрители приходят в театр, чтобы эстетическое удовольствие получили. Я думаю, что «Русалочка»... Просто я говорил то, что это детский спектакль, но, конечно, взрослым никто не запрещает. До конца театрального сезона какие-то еще поездки, выезды, куда-то планируются? Или просто будет некогда уже? Премьера, премьера? Да, ну, планируемся, сейчас идут переговоры, начало лета, гастроли, пока не буду говорить куда, но идут переговоры. Ну, артист без гастроли, я считаю, это... Какая бы бешеная нагрузка ни была в этом сезоне на творческий коллектив, я думаю, они сами все ждут гастроли. То есть интересно, да, не сидеть на месте, а вот успевать невозможно. Да. А подготовка к новому театральному сезону уже как-то начинается или вот пока еще не до этого? Вот выдохнуть после Москвы и потом? Нет, почему? Есть уже наброски, есть какие-то у нас... Вот вообще до конца декабря у нас уже как бы план работы есть. Наброски есть, ну, где-то что-то может меняться, конечно, но а так есть, конечно. И будущий план есть тоже. Потому что это долгий творческий процесс, да, нужно делать сценографию, нужно делать декорации, костюмы. Поэтому, конечно, все это решается за два года вперед. Понятно. К сожалению, время программы истекает, но приходите к нам чуть позже, когда уже сможете открыть некоторые секреты. И обязательно поговорим о новых премьерных постановках и о том, чем вы будете удивлять нашего уже, наверное, искушенного зрителя. Спасибо. Спасибо вам с удовольствием. Напомню, возрастное ограничение балета 12+. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»